В столице Башкортустана появится канал для грибного слалома. Планируется, что строительство сооружения начнется в следующем году в районе озера Теплое в микрорайоне Норс. Канал будет оборудован не только для тренировок, но и для проведения всероссийских соревнований. Алина Гребешкова расскажет, как развивается олимпийский вид спорта в Уфе. Тренировки проходят четыре раза в неделю. Бег, отжимания, а потом уже бассейн. Юные спортсмены школы Олимпийского резерва отрабатывают на лодках технику прохождения трассы. На соревнованиях это выглядит по-другому. Бурный поток воды, где на скорость гонщики преодолевают серию ворот в определенном порядке. Траекторию надо продумать. Потом, если ты, допустим, сделаешь этот грибок, ты можешь там перевернуться в любой момент. Были, конечно, такие моменты, когда вот что-то не получалось, хотелось все бросить, вообще все уйти навсегда. Но потом все равно этот спорт вообще затягивает очень сильно. В эту дисциплину детей принимают с 10 лет. Иногда делают исключения. Александра Мусагитова в школу пришла год назад. Легендарный эскимосский переворот пока девятилетней девочке дается с трудом. Эскимосс – это когда берешь палку и вот так буркаешься. А ты уже имеешь это делать? Ну, я еще сомневаюсь. В Башкортостане грибной славом развивают уже 20 лет. Федерация Республики входит в пятерку лидеров по этому виду спорта. Лучший результат башкирские воспитанники показали в этом году на первенстве мира. Дарья Шайдурова и Авсуминазова заняли первое командное место. Развитие юношеских кадров довольно-таки на высоком уровне. Потом требуются уже более серьезные сборы, более серьезные выступления на соревнованиях. Но отсутствие финансирования, конечно, сказывается сразу на выступлениях наших юниоров, потому что нет бурной воды, которая нам просто необходима. А то, что мы имеем в регионе, это международному, даже российскому уровню не совсем соответствует. По мнению спортсменов, толчок для развития грибного славома в республике даст специальный канал, строительство которого запланировано от озера Теплого до реки Уфа. Канал станет первым проектом в России по реконструкции гидротехнического сооружения славомную трассу. Наверху мы видим, с этой стороны видим озеро, вот часть озера. Подводящий лодок подает воду из озера в стартовый бассейн. Здесь начинается само русло соревновательного канала. И в конце финишный бассейн, в котором спортсмены будут вылезать из лодок, а вода будет сбрасываться вниз дальше в речку. Длина канала составит 250 метров. На макете, который полностью повторяет будущий проект, проходит испытание русла, чтобы канал был полностью безопасен для спортсменов. Для этого берется вот такая лодка, которую мы сейчас отправим в плавание. Сегодняшний канал абсолютно в плохом, в неудовлетворительном состоянии. Предложение прокопать параллельно существующему руслу новое русло, забетонировать его. Также вода будет проходить из озера в речку. То есть с точки зрения экологии ничего не поменяется. Деньги на проектные работы выделены из бюджета республики Башкортостан. Сейчас проект находится на экспертизе на государственной. После выхода с экспертизы будет понятна стоимость объекта. При наличии финансирования работы начнутся уже в следующем году. Строительство запланировано за счет регионального и федерального бюджетов. В России канал международного класса действует в Новгородской области, но он функционирует только летом. В Уфимском же озере вода теплая. Спортсмены со всей страны смогут тренироваться круглый год. Планируется, что на сломанной трассе будут проходить всероссийские соревнования, возможно первенства Европы и мира.